Библейский портал экзегет.ру представляет 30-я глава книги «Чисел», читаю для портала «Экзегет», перевод российского библейского общества. Ну вот, есть своя логика в этой книге, она нам не всегда понятна. Только что в 29-й у нас был перечень разных жертв, да? Да, довольно скучная глава. 30-е такое маленькое примечание, казалось бы, о чём? О каких-то ритуальных подробностях? Не совсем, про обеты. Почему вдруг про обеты? Потому что в конце 29-й, где идет речь о жертвах, а жертвы – это основная форма, собственно, религии, духовной жизни древнего Израиля. Да, это центр культовый, центр вообще во всех смыслах их жизни. И в конце говорится, ну вот это положено, долгий и подробный перечень. А кроме того, жертвы по обету или по собственному желанию. А что значит обет? Сегодня это, в общем, редко бывает, но человек дает Богу обет и обещает, что в случае, если вот что-то случится, что-то произойдет, он принесет жертву. Но а вдруг он передумал? А вдруг он поторопился? А вдруг он пьяный был, когда я это сказал? Ну, то есть необдуманно. Более того, мы читаем прекрасную историю о Ефае, который, возвращаясь с обедой домой, дал обет принести в жертву первое, что выйдет из ворот его дома. Вышла его дочь. Он принес ее в жертву. Он исполнил обет. Но, наверное, лучше бы он этого не делал. То есть как в таких ситуациях быть. Моисей сказал главам племен Израиля, вот что повелевает Господь. Если мужчина дал обет Господу или же поклявшись взял на себя обязательства, он не должен нарушать свое слово, пусть исполнит все, в чем поклялся. Если женщина, живущая пока она не замужем, в доме отца дала обет Господу или взяла на себя обязательства, отец, узнав о ее обете или взятом ей обязательства, промолчал, то любой ее обет или взятое ей обязательство сохраняет силу. Но если отец, узнав, запретил ей, то любой ее обет или взятое ей обязательство теряет силу. Господь простит ее, ибо это отец запретил ей. То есть девушка не самостоятельна. Это патриархальное общество. В нем, соответственно, глава семейства – это мужчина. И если его дочь дает обет принести, там, я не знаю, барана в жертву, то это его баран, и он должен его утвердить. По умолчанию утверждают, но может каким-то образом его отменить. «Если женщина вышла замуж, будучи связанной обетом или необдуманно взятым обязательством, а ее муж, узнав об этом, промолчал, то ее обет или взятое ей обязательство сохраняет силу. Если же ее муж, узнав, запретил ей, то этим он отменил ее обет или необдуманно взятое ей обязательство. Господь простит ее». Та же самая история. То есть женщина, выходя замуж, переходит в дом мужа, и точно так же она теперь в его доме, ну, она на определенных ролях, но на вторых, да, а, скажем, этот баран, которого она обещала принести в жертву, это баран, но только теперь уже ее мужа, значит, он имеет право отменить. «Всякий обет данной вдовой или разведенной, всякое обязательство, какое она на себя взяла, сохраняет силу». А вот самостоятельная женщина, да, которая просто не имеет мужчины при себе, способного ей запретить. «Если женщина, живая в доме мужа, дала обет или же покляпшись, взяла на себя обязательство, а муж, узнав об этом, промолчал и не запретил ей, то любой ее обет или взятое ей обязательство сохраняет силу. Но если муж, узнав, отменил ее обещание, то это обещание обет или обязательство теряет силу. Это обещание отменено ее мужем, и Господь простит ее». Та же самая ситуация, понятно, да, вот женщины, в принципе, не самостоятельны. «Любой обет, любая клятва смирять себя, которую дала жена, должны быть подтверждены или отменены ее мужем. Если муж ничего не сказал ей в течение дня, то этим он подтвердил ее обеты или обязательства. Подтвердил тем, что узнал, но промолчал. Если муж отменит ее обещание позднее, то он в ответе за неисполнение обещанного». Ну, чтобы нельзя было потом передумать, да, прошло три года, все сбылось. Он говорит, а, это была шутка неправильная, да, то есть у него есть сутки на то, чтобы оспорить. Предполагается, что он знает, что это общество открытое, что супруги абсолютно всем делятся, и, соответственно, он узнает тот момент, когда этот обет произносится. Таково предписание, которое Господь дал Моисееву. Это предписание для мужа и жены, а также для отца и дочери, живущей, пока она не замужем, в доме отца. Вот, смотрите, очень четкое правило. Занимает целую главу. Точнее сказать, когда делили на главы этот текст, то выделили отдельную главу под это правило. Казалось бы, оно мелкое, незначительное. Ну да, с другой стороны, все-таки вот принцип устройства израильского общества здесь очень хорошо отражается. Основная единица, которая вступает в отношение с Богом, это домохозяйство, да, причем в лице мужчины, который есть его глава. Но женщина не домашняя принадлежность, да, которая не имеет права голоса. Просто ее голос второй, просто ее голос может быть утвержден или не утвержден ее отцом, пока она не замужняя девушка, или мужем, когда она выходит замуж. Ну, а как мы уже видели, на это особо обращают внимание текст чисел как раз. Если у нас девушка, которая, допустим, одна у своего отца осталась, то она, в общем, получает, ну, под некоторым условием, да, выйти замуж за человека из того же племени, получает те же права, что и сын, что и мужчина. Да, вот в каком-то смысле можно сказать, что эти правила здесь, они эмансипируют женщину, потому что на Древнем Ближнем Востоке у женщин, ну, прав обычно было совсем мало, как раз вот пятикнижие, их достаточно много. Другое дело, что женщина в пятикнижии, конечно, не равна мужчине, и такая мысль никому в голову не приходила, но это все приходит постепенно, да, то есть невозможно ждать, чтобы в обществе, которое было три с половиной, там, примерно тысячи лет назад, действовали те же принципы и правила, которые действуют в нашем. Нет, конечно, но какой-то очень важный шаг в сторону того, что мы имеем сейчас, тогда был сделан. Ну, а дальше пойдут совсем другие уже мужские дела в 31 главе.